Всем привет! Если вы занимаетесь ремонтом или проектированием различной электроники, то устройство, которое показано в этом ролике, вам просто необходимо. История создания данного прибора началась еще давно, когда я только начал изучать блоки питания. Для наглядности работы пришлось купить себе вот такой USB-осциллограф и с помощью него смотреть на процессы, протекающие в схеме. Но тут есть один важный момент, который я упустил, а именно гальваническая развязка с сетью. И в итоге я спалил свой осциллограф, все задние USB-порта компьютера и все, что к ним было подключено. В общем, урон был весьма впечатлительный. Потом я начал разбираться, из-за чего же произошел такой трабл. Все дело оказалось в общей земле. У компьютера и устройства они оказались общими. И когда я тыкнулся в высоковольтную часть схемы, произошел пробой через эту зловещую землю. Пришлось покупать новый осциллограф, что сильно ударило по бюджету. Теперь же я хочу уберечь вас от такой же неудачи. Итак, что же подразумевает собой гальваническая развязка? Это обыкновенный сетевой трансформатор с коэффициентом трансформации один к одному. Таким образом мы получаем на выходе те же 220 вольт, но уже никак не связанные с сетью. И еще один большой плюс такой штуки. Если нечаянно дотронуться до оголенных проводов, то вас не убьет. С этим разобрались. Но где же взять нужный трансформатор? Тут отлично подходят трансформаторы от старых телевизоров. Они имеют достаточно большие габариты. Иногда даже обмотки с соотношением один к одному. Вот, к примеру, на местной барахолке нашел такой трансформатор. ТСА-271. Купил, считай, за бесценок. Но ее выходная обмотка оказалась недостаточно мощной. Ее ток составлял всего 0,32 А. А это маловато для наших целей. Тогда было принято решение перемотать трансформатор. Был даже куплен вот такой провод. И все готово к намотке. Но в связи с некоторыми обстоятельствами, этот процесс затянулся. И это спасло меня от бесполезной работы. Сейчас объясню почему. Спустя некоторое время после старта проекта, я искал в сарае какие-то вещи. И наткнулся на коробку с трансформатором. Он был похож на ТСА, но по размерам немного меньше. И я подумал, что на нем будет удобнее делать. Но это оказалось еще не все. Загуглив, я понял, что его высоковольтная обмотка мощнее, чем у ТСА. И может выдать ток под 1 А. Так это же вообще шикарно. Не нужно даже ничего перематывать. Вот на этом трансформаторе, марка которого ТС-252П, и будет построена наша гальваническая развязка. В первую очередь нам необходимо отключить все провода и убрать ненужные части, которые увеличивают в размерах сам трансформатор. Потом замерил размеры и заказал вот такой пластиковый короб, в который транс помещался идеально. Но помимо трансформатора, я захотел сюда установить еще одну полезную функцию. А именно включение нагрузки через лампочку. Это очень удобно, допустим, если производить первое включение устройства. В случае КЗ, лампочка ограничит ток и ничего не сгорит. Так как места в корпусе мало, то буду использовать вот такую миниатюрную лампу на 220 вольт 60 ватт. Перед сборкой устройства хотел бы порекомендовать своего спонсора, компанию PCBWay. Это крупнейшая китайская компания по производству печатных плат. Качество продукции всегда на высоте. Я неоднократно производил заказ и всегда оставался доволен конечным результатом. Так что могу смело советовать данного производителя вам. Займемся подготовкой корпуса. На нем необходимо закрепить розетку, а также переключатель, который позволит подключить или отключить лампу накаливания. Делается это элементарно. Даже не буду останавливаться. Забыл добавить еще отверстие под предохранитель, но его сделаю чуть позже. Теперь займемся подготовкой трансформатора. В интернете находим документацию. Из нее видно, что сетевое напряжение необходимо подавать на контакты 1 и 1 штрих, а контакты 2 и 2 штрих замкнут между собой. Тут нету ничего сложного. Переходим ко вторичной обмотке. Их тут несколько, но как видим чисто обмотки на 220 нету. Жаль конечно, но ничего, будем выкручиваться. Сейчас можем видеть, как я проверяю напряжение на своем трансформаторе. Они в принципе соответствуют документации. Дальше рассуждаем таким путем. Нам необходимо подключить все обмотки последовательно. На каркасе трансформатора, чтобы не запутаться, я написал штрих. И теперь берем допустим обмотку 4 и 4 штрих. И подключаем ее к основной обмотке 5 и 5 штрих. Вот таким образом. Теперь съем напряжения будет происходить с выводов 5 и 4 штрих. Дальше к ним добавляем еще одну обмотку 6 и 6 штрих. Также последовательно. И теперь съем уже происходит с выводов 5 и 6 штрих. Соединяем это все в железе. И смотрим сколько вольт у нас получилось. Как видим мультиметр показывает около 210 вольт. А этого более чем достаточно. Теперь для тех, кто не понял схемы подключения. Представляю наглядный рисунок. Из которого сможет собрать даже ребенок. Тут указаны и предохранитель, и лампа, и переключатель. В общем полный фарш. Пришло время установить все в корпус. Детали подошли в притирочку. Но главное, что все поместилось. На этом сборка завершена. Но это еще не все. У USB осциллографа, стандартным щупом с делителем 1 к 10, можно смотреть только низкое напряжение. И для того, чтобы безопасно лезть в горячую часть схемы, нужно прикупить вот такой щуп с делителем на 100. Да, стоит он не дешево. Но зато спасает от выгорания более дорогого осциллографа. Предел измерений с таким щупом значительно расширяется. Ну и можно провести тесты устройства. Для этого нам понадобится любая самоделка. Я буду использовать блок питания, который сейчас разрабатываю. Это мой первый обратноход. Включаем его в сеть и спокойно становимся на затвор транзистора, не опасаясь при этом каких-нибудь подводных камней. На экране можем видеть наши импульсы. Как видим, все четко. В общем, устройство реально стоит повторять, если вы собираетесь заниматься электроникой. Но не обязательно брать трансформатор, как у меня. Есть много подобных моделей, но люди, не знающие их ценностей, отдают практически даром. На крайний случай можно взять два трансформатора, у которых одинаковые выходные обмотки, и соединить их по низкой стороне. Вот таким образом. Результат будет тот же. На этом ролик подходит к концу. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok